Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Доброе утро, добрый день Говорим всем слушателям радио Болтком И программа Добро пожаловаться Председатель правления Товарищества центра консультации Собственников квартир Сергей Сидорко В нашей студии Здравствуйте Добрый день Ну и также председатель кооперативного общества БАК-2 Да, тут у нас продолжают приходить комментарии Но они уже касаются нашей прошлой и прошедшей темы К сожалению, как-то они Или слишком долго вы отправляли Или они где-то по дороге Застряли Это касается жестокого обращения с животными Вот в предайной Там по поводу лошадей на поле залитом водой Где даже вот в холодное время года Лошади постоянно в воде Несмотря на заморозки Наверное, мы передадим вашу информацию Обязательно Спасибо большое, что за сигнал Но хочу сказать, что теперь вот, наверное, номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 А также телефонной линии 6-7-2-1-2-1-2-9-3-9-6-7-2-1-3-1-3-9 Лучше использовать для того, чтобы задать вопросы По коммунальным каким-то темам То, что вас волнует Вы можете получить сейчас консультацию, разъяснение Вот меня действительно волновала ситуация С тем, что поменялись правила По поводу счетчиков воды И возникают сейчас С одной стороны, как будто бы сделали Чтобы действительно наказать нерадивых жильцов По-моему, разница, которая возникает Между де-факто, вот, потребленной водой И данными по счетчикам квартир Если какая-то квартира не сдавала Постоянно данные по данным счетчиков То тогда именно на нее будут перекладываться Вот вся разница в показаниях счетчиков Вот насколько эта ситуация сейчас Новая справедлива Насколько, вот, чему нужно быть готовым людям Которые платят за воду Живя в большом коммунальном доме Ну, начнем с того, что ничего нового нет Правила кабинета министров Которые регулируют порядок распределения воды Между собственниками и квартир Которые живут в дне до конца Приватизированных домах Я имею в виду, это дома, которые управляются Домоуправлением Ригас, Нам и Паролдникс Они действуют достаточно давно И здесь никаких новостей пока что нету Для остальных собственников квартир Которые закончили процесс приватизации Действует правило кабинета министров 524-й Которое определяет порядок распределения Вот, счета за воду Эти правила, если мы говорим о воде Они в обеих случаях А в обеих нормативных документах Касаются того, как распределять Потребленную дому воду Между собственниками квартир И в обеих документах сказано Что если Есть два способа Либо по нормам каким-то потребления Если квартиры не оборудованы счетчиками Либо согласно показания счетчиков Если квартиры оборудованы Ну, и дом, и квартиры оборудованы счетчиками В этом смысле правила совершенно одинаково Описывают одну и ту же ситуацию Дальше следующий вопрос, который они описывают А что делать Если между домовым счетчиком Показаниями домового счетчика И квартирного возникает разница Где-то вода, но что-то произошло Где-то потеря воды Вы знаете, давайте, вот я знаю так Что сейчас сразу мы говорим слово Потери воды А вот я могу ответственно сказать В моем кооперативе Потери воды нет Ну, нету, потому что нету аварий Потому что уже почти там 20 лет Новые трубы Они еще вполне в нормальном состоянии Ну, не вытекает никуда вода А разница есть То есть То, что если дом оборудован Измерительными приборами И какая-то разница Иногда большая, иногда маленькая Она всегда будет возникать Это аксиома И с ней, ну, нельзя спорить И нельзя думать о том В силу каких причин Об этом уже многократно говорилось Первая причина Это не одновременная Сдача показаний счетчиков Вторая причина Это то, что у каждой квартиры Стоят счетчики Совершенно разные То есть никакого единообразия Внутри дома нет То есть эти счетчики Не универсальные Они в разное произведение Понимаете Вот давайте тогда по-другому скажем Вот у меня я беру дом Разница показаний по воде Порядка 30% Среднестатистическая То есть Треть воды, как вы говорите Куда-то пропадает Утечек нету 100% Значит, дальше начинается Мы говорим Счетчики Большинство населения На всем этом стараются сэкономить Берет счетчики Так называемые БУ Какого неизвестно Какого уже года службы Да, на них стоит печать То, что он верифицирован И то, что он на момент проверки Он годен Сколько он еще будет годен Сколько он еще будет точен Никто не знает Поэтому в данном случае Уже есть статистические наработки Есть эксперименты Когда ты ставишь в доме Одновременно сразу Всем одинаковые счетчики Как раз таки Вся эта картина Несколько меняется Она не до конца меняется Но несколько она меняется Следующий момент Который с этим связан Это все-таки Скажем так Забывчивость Граждан Я бы условно назвал так То есть Есть граждане Которые Или есть собственники квартир Которые в силу разных причин Пытаются манипулировать Создаваемыми показаниями То есть В определенные моменты Занижают показания Потом они их наверстывают Вот там В итоге они выходят на ноль На ежемесячную картину Это сильно влияет И последний фактор Это воздействие на счетчики Это установка Всякого рода магнитов И других Приспособлений Или применение Других способов Чтобы исказить Показания счетчика Это тоже нельзя исключать И эти случаи Очень Трудно отловить Я бы сказал так Потому что никто В здравом умеет В твизовой памяти Когда у него Установлен магнит Тебя сразу в квартиру Не пустят Ты не можешь ворваться С криком Сейчас всех победю И тут же Обследуются счетчики Ты должен позвонить И договориться о встрече Естественно Ты приходишь Все нормально Ты уходишь Опять начинается что-то Есть конечно Очень такие Интересные случаи Когда семья из шести человек Сдает полкуба в месяц С расходу воды Ты приходишь Все на счетчике красиво Что они Как они умудряются Таким образом Выйти из положения Не знаю Но и поймать Ты их никак не можешь Поэтому на самом деле Эта проблема Она есть Была и будет Скорее всего Никуда она не денется Весь вопрос заключается В том Насколько велика Будет эта разница И насколько Удачно Или скажем Менее болезненно Удастся ее распределить Между собственниками Эти правила Подразумевают Разные способы Распределения Которые находятся В компетенции Собрания собственников Квартир Один способ Это пропорционально Потреблению То есть Исходим из того Что чем больше потребляешь Тем больше вероятность Ошибки Хотя это не совсем так Но такова логика Скажем законодателя Поэтому это Первый способ Дальше разница Распределяется Пропорционально Количество Квартир Не жильцов А просто квартир Но есть Такой способ Тоже есть Дальше Есть способ Пропорционально Количество Задеклавированных Персон Это тоже Такой способ Есть То есть Есть разные Варианты И совершенно четко В обеих правилах Кабинета министра Описаны Как считать Какие правила Каких правил Должен придерживаться Человек Если у него В квартире стоят Счетчики И Как считать Как распределять Эту разницу И как считать Если человек Нарушает правила Там это тоже Описано И если мы Говорим с вами О том Что Как считать То первое Если разницы нет То все красиво По показаниям Счетчиков Если Значит Основные условия Которые должен Соблюдать Собственные квартиры Это своевременно Проверять Верифицировать Свои счетчики И Регулярно И систематично И своевременно Сдавать показания Счетчиков Это два основных Таких И третье Правило Которое там Имеется Это В безусловном Порядке Допускать Технических Работников Домоуправления К осмотру Счетчиков То есть Такие Три основных Позиции Проверяя Счетчики Должны быть Исправны И в действительном Сроке Верификации Второе Вы должны Регулярно И своевременно Сдавать Показания Счетчиков И третье Допускать Работников При необходимости При запросе К проверке Своих счетчиков Если вы Это соблюдаете То на вас Распространяются Два правила Это Ваши показания Счетчиков Учитываются И второе Что распределение Разницы Если она В таких условиях Возникает Она падает Ну на всех По тому принципу С которым Вы оговорили Вопрос Немножко В другом А что делать Если Произошло Такое Такой Случай Что человек Ну я не знаю В силу Каких причин Ну скажем так Условно говоря Проигнорировал Напоминание О том Что нужно Верифицировать Счетчики Отговорок Может быть Очень много Был в командировке Не заметил Письма Вы меня Не предупредил Отговорок Он этого Не выполнил Это первое Второе Три месяца Подряд Не знал Показания Счетчиков В этих Двух Случаях Правила Кабинета Министров Предусматривают Не наказание Просто Счетчик Снимается С учета То есть Если вы Так вот Систематически И длительное Время Нарушаете Установленные Правила То просто Напросто Эти нормативные Акты Предусматривают Что больше У вас счетчика Нет Соответственно Тогда вступает В предыдущие Там В самом начале Принцип распределения Все что по счетчикам То по счетчикам А что не по счетчика То тому У кого нету счетчика Вот откуда Появляются Вот эти Бешеные счеты Ну и Сейчас Да В прессе Просто Душераздирающие Истории Про пенсионера Которые там Скажем Попали в больницу Не успели сдать Там Показания счетчиков И в результате Получают Какие-то Сумасшедшие счета За воду 800 По 800 евро Вы знаете Я хотел бы напомнить Тогда Когда мы начинаем Душераздирающие Истории писать Напишем Вспомним о том Что Такая мера Вступает Против пенсионера Или любого другого На четвертый месяц Более того И в правилах И во всех внутренних Положениях Домоуправления Насколько мне известно У этих людей Да Они попадают Жизнь разная Но у них есть Масса возможностей Поставить в известность Что они не имеют Возможности Или сделать Определенные действия Или Сдавать показания Телефонный звонок В Домоуправлении Письмо В Домоуправлении Эмейл В Домоуправлении В конце концов Просьба к соседям Зайти и сказать Потому что На самом деле Ведь Это же распределение Вот эти вот Вещи Они не от того Что кто-то Кого-то хочет наказать В Домоуправлении Совершенно конкретный вопрос Ваш дом Через общий счетчик Пролил С тысячи кубов воды Мы должны В этот же месяц Эту тысячу Распределить Получить деньги И перечислить Водоканал Другой цели нет Нету цели Кого-то наказать Или кого-то Там обнаружить Каким-то Я не знаю Другим способом И в этом смысле Я очень Сочувствуемо Отношусь к людям Но я очень так Скептически Слушаю эти истории Потому что Как правило Это просто Нежелание Соблюдать правила У нас есть звонок Я напомню Телефоны в студии 67212 93.9 67213 93.9 Доброе утро Ваш вопрос Господин Сидорко Здравствуйте Господин Сидорко Я слушаю вас Спасибо за информацию Но хочу поделиться Своей историей Что вот именно По счетчикам Вы говорите Что можно сообщить Дому управлению К сожалению Не работает Такая схема Всегда У нас была Идентичная ситуация Мы выставили квартиру на продажу И там около года Никто не жил Мы предупредили Дома управления Что можно ли Мы не сдаем Сейчас показания счетчика Потому что В квартире действительно Никто не живет Они были посмотреть И потом Через какое-то время Мы Наверное Метусов 6-7 Получили Также большой Большой счет С разницей воды И на вопрос Почему так Нам сказали А Ну Кого вы предупреждали Никого вы не предупреждали Где это написано То есть Телефонный звонок Не работает Человеческий Как бы фактор Ну тоже Присутствует И не работает Только схема Вот Хотел донести До вас Спасибо Понял Спасибо Ну возможно Что в каких-то Домоуправлениях И не работает Я могу опираться Только на собственный опыт А По сути дела Ну что ж Если у вас Такие особо Эксклюзивные обстоятельства Если это действительно Задержка Не там Не на месяц То Скорее всего Нужно это документально Подтверждать Либо посылать Такое заявление Заказным письмом Либо отдавать Под роспись Соответствующий Там В приемном В центре обслуживания Клиентов Либо каким-то образом Документировать Всяко может быть Всяко может быть Я здесь Не могу Ни одну Ни вторую сторону Защитить Допустим Мы когда человек Уезжает Надолго Мы стараемся Если он приходит К нам То мы с ним Подписываем соглашение Что он По возвращению Обязуется допустить Нас к снятию Показаний Счетчиков Потому что Понимаете Еще не факт Вот когда мы говорим Вот мы там не жили Окей Я никого не хочу Ни в чем подозревать И что Никто за год Туда не заходил Экрана не открывал Ну так Может быть Да Может быть Нет А часто бывает Так что Сам владелец уезжает А племянник Или там Внучатый Родственник Там появляется И так далее Поэтому на самом деле Здесь вопрос Такой Да Когда имеешь дело С деньгами Я все-таки бы Советовал Все-таки Документировать Когда мы говорим О телефонном звонке Ну скорее Это больше Подходит Для больших случаев В больницу попал Тогда телефонный звонок Выписка Из больницы Ребята Я в это время Там был Ну а может быть Ты уже вернулся Два месяца Из больницы И продолжаешь Делать то же самое Что было в больнице Здесь очень много случаев Я скажу так Что все равно Здесь справедливости Какой-то Или правды Окончательной Найти невозможно Здесь можно действовать По принципу Есть закон Есть правила Кабинета министров Нужно действовать Сообразно с ним Если вы Длительное У вас будет Длительное Отсутствие То наверное Лучше зайти Лично в домоуправление И на бумаге Зафиксировать Что это все Выполнено Потому что В крайнем случае Особо Скажем Ну если так можно Не обидеться Коллеги Упертые Домоуправлые Скажут Так ты уезжаешь Пользоваться никто не будет Идем Я физически Разорву твою подачу То есть Я вообще Заделаю трубу Что вполне Дает сразу Гарантию всем Что да Действительно Там никто не пользуется Ни о чем говорить Такие факты тоже Есть и такие случаи У меня были Когда люди приходили И сами просили Потому что Кроме всего прочего Это еще и Дополнительная Страховка От возможных Аварий в квартире Вот эта Квартира полностью Отключается Она отключается На зоне ответственности Домоуправления Ты длительное время В квартире не бываешь По крайней мере Тебе не грозит угроза Хотя бы с этой стороны Ну то есть Если человек уезжает Куда-то На долгий срок Это как один из вариантов Но если Предположим Он не хочет перекрывать Потому что По возвращению Ему придется Опять все подключать И может быть Он не хотел бы Там каких-то сложностей Он может просто Договориться Что снять показания Можно будет Счетчика по его возвращению Я думаю Что можно все Если вы На длительный срок И предвидите Что может быть Что-то недоговорено Лучше всего Все договоренности Оформлять на бумаге В виде заявления Которое подано У вас осталось Копия Там стоит Что оно поступило Ведь Не секрет Что возможно То что был у нас Сейчас рассказ Возможно Был телефонный звонок Один работник Записал Где-то В какой-то журнал Это отметили Потом журнал Поменялся Запись пропала Иди разговаривай Всяко может быть Если мы Сейчас вернемся К самим Проблеме Счетчика То да Возник вопрос И у законодателя Тоже Насколько адекватно Выставление Всей разницы По воде Когда она достигает Там нескольких Сотен кубов Если дом большой Или произошла Авария Которая обычно Сложно учесть А сколько же вытекло Через В период аварии То в этом случае Когда вся разница Списывается То счета Могут быть Просто оглушительными Что и было И поэтому Сейчас на ожидании В кабинете министров Находится Изменение По Да По правке К правилам Кабинета министров 10-13 К сожалению Они косо Опять Это правило Которое распространяется Автоматически Не на всех А только на дома Которые не прошли До конца Процесс приватизации И там записано Там введено Такое изменение Во-первых Снимается Я считаю Неоправданна Такая Норма Которая была До этого Дописана Что если там Разница Поводив Достигать Какого-то Процента Дома управ Должен Изучить вопрос Можно Обойти Счетчики Показания Снять Все более-менее Соответствует Разница Есть Какие методы Воздействия Были на счетчике Никто не знает И установить Невозможно Сейчас Дома управления По этим правилам В праве Предложить Технические Мероприятия То есть основной Из той идеи Которой там Можно прочитать Это Взять И установить Новые счетчики Во всех квартирах Так Что-то у нас Очень Алло Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте У меня два вопроса Первый вопрос Объясните Пожалуйста Если я Добросовестно Каждый месяц Бросаю в ящик Бумажный Листик Показания Счетчика И вот Получив В этом месяце Счетчика Обнаружил Что там Неправильные Показания Счетчика Я обратилась В клиентный отдел И Сказала Чтобы мне тут же Исправили Этого не сделано Почему Это так делается Надо писать Заявление Это я буду ждать Целый месяц Второй вопрос У меня такой Почему Составлена Такая Программа Где В процентах ПВН Делается Ошибка В отоплении И за мусор С учетом Прибавлений 0,01 Цент Как это понимать Спасибо Спасибо Но наверное Вот мы Ответим На эти Вопросы Сразу же После небольшой Паузы Микс Ньюс Председатель Правления Товарищества Центра Консультации Собственников Квартир И председатель Кооперативного Общества Бака-2 Сергей Сидорко В нашей студии Программа Добро пожаловаться Было До ухода На рекламу Два вопроса Один касался Того что В бумажном Отчете Который Заполняла Наша слушательница Она Указала Сделала ошибку Неправильные показания И вот никак Не может Теперь Поменять Почему Это Возникло Я понял Немножко по другому Она подала Правильные показания А ей в итоге Внести в программу Что-то там Искажено Ну Я не скажу Что частая ситуация Она житейская Потому что Ну мог быть Просто человеческий фактор Просто оператор Который вводил Эту цифру Он мог Ошибиться Может быть Сама бумажка Была Неразборчива Или Нечетко Прописана Тут вариантов Много Но Почему Месяц Надо ждать Но Знаете Если вы позвонили То я Сомневаюсь Что в том центре Колл-центре Куда вы позвонили Сидят люди У которых все бумажки Со всех домов И они могут В момент Ее На щелчок Достать Скорее всего Эта бумага После обработки Отправляется В архив И для того Чтобы Хоть как-то Что-то На что-то Основываться Надо эту бумагу Из архива Достать И Кому-то На нее Посмотреть И принять Решение Собственно говоря Была ошибка Допущена Или нет Так что Я не удивлен Что месяц Ждать А в момент Не получается Но Насколько я знаю На сегодня Есть очень много Способов Сдачи Кроме бумажного Алло Здравствуйте Добрый день Я постараюсь Быстро и кратко У меня была Подобная Точная ситуация Когда я Сама Арифметическую Ошибку Я сразу же Значит Сообразила В чем дело Написала им С извинением Сказала Что я признаю Это моя ошибка Причем Она шла Нисколько Не нарушала Так сказать Регосному Парвал Это я Сама Пострадала От этого Они мне Ответили Что Надо было Смотреть Чего писать И так далее Ответ был Совершенно Издевательский После этого Я написала В Рижскую Думу И сказала Что просить Больше не буду Пусть они Подавятся Моими Деньгами А причем Они мне Предложили Этот Большой Объем Который я Подала По ошибке Израсходовать Постепенно Я сказала Для этого Мне потребуется 10 лет Жизни Все После этого Я получила Еще одно Письмо Где они сказали Что мы Неправильно Тут поняли вас Мы пересмотрели И исправили Мне все Но для этого Конечно Они потрепали Мне нервы Как большие свиньи Это было Когда был Лецис До свидания Ну я ничего Не могу Здесь комментировать Эмоции Я бы Предлагал Вообще-то В таких вещах Эмоции Немножко Сдерживать Потому что Не всегда Все сразу Может быть Не хочу Никого Обидеть Но может быть И первое Заявление Было Не совсем Понятно Всякое Бывает Я еще раз Могу сказать Но вы же Вещали Вопрос Положительный В конечном Итоге Что делать Всякая Жизнь Поэтому на самом Деле На сегодняшний День Вот в правилах Кабинета Министров Чтобы исключить Такие обидные Моменты Предлагается Что управляющий Может предложить В случае Если он видит Что есть Технические Причины И вообще Разница по воде Представляет Какую-то Серьезную Величину А также В других Случаах Он может Предложить Собственникам Квартиры Собственники Квартиры Могут Принять Решение О том Что Одномоментно Весь дом Оснащается Счетчиками С радиомодуля И В этом Случае После Такого Действия Вообще Вопрос О снятии Показаний Счетчиков О точности О бумажках Обо всем Прочем Должен быть Забыт Собственниками Квартир Потому что В каждой Квартире Будет стоять Счетчик Который В положенное Время И в положенный Момент Сообщит Текущие Показания Этого Счетчика Это сразу Устраняет Всякого Рода Вот Такие Взаимные Претензии Снимает Вопрос Снятия Показаний Счетчиков Это одно Второе Это в значительной Степени Удешевляет Процесс Обработки Показаний Счетчиков Потому что Представьте себе Кто-то написал Бумажку Эту бумажку Подал В Домоуправление Кто-то эту бумажку Должен прочитать А в иных случаях Еще и расшифровать Потому что У нас много Фармацевтов Бывает В смысле Почерка И дальше После этого Эту бумажку Нужно ввести И на всех Этих этапах Начиная С момента Снятия Показаний И кончая Вводом Может произойти ошибка Просто не туда палец Дернулся Не туда клавишу В данном случае Снимается Во-первых Этот риск Во-вторых Уже Система распределения Воды Между квартирами Работает Как система А не как Набор Случайных Счетчиков Случайного Повядка Случайной Точности И третье Это Значительно Снижается За трудозатраты На все На весь этот процесс Конечно Потому что я могу сказать Вот по своим опыту Мы вчера снимали Показания Счетчиков Это каждый раз Это какой-то квест Потому что Нужно найти Под раковиной Эти Показатели Там с фонариком Нужно вытащить Все там Баночки Там с моющими средствами Старые губки Мочалки То есть это все Какое-то Ну настолько Занимает Ну буквально Полвечера И это Ну треплет Нервы И Хотелось бы конечно Сэкономить время Но получается Нужно одномоментно Всем Да Чтобы добиться Эффекта нормального Нужно это делать Потому что у нас Постоянно Я упоминал Что одна из причин Ошибки Это то что У каждого Стоят какие-то Свои счетчики И это тоже А когда Это все-таки Это все-таки Мы пытаемся Психологически Считать Что это На самом деле Вот квартирные счетчики Это приборы Позволяющие Распределять воду Ни в коем случае Это не измерительные приборы Соответственно Если Мы строим Такую систему То и Критерии Верификации Они тоже будут Совершенно другими Здравствуйте Добрый Прошу прощения Я на Полминутки Господин Сидорко Большая просьба А сообщите пожалуйста Сколько стоит Для потребителя Для дома Хозяйства Установка Вот этих счетчиков И еще одно Вот Садл и Стыклы Нам за свои деньги С нас ничего не брали Поставили Дистанционное Считывание Потребление Электроэнергии Все И теперь Значит у нас Проблемы Нет Спасибо Ну я рад За Садл и Стыклы Которые За ваш счет Поставила Вам счетчики Давайте Говорить правду Ничего Бесплатного В мире Нет Только Сыр Мышеловки И то Для мышки На самом деле Садл и Стыклы Установку Таких Измерительных Приборов Включила В тариф И успешненько Это реализовала И слава Богу Но для того Чтобы поступать Как садл и Стыклы У вас должен быть Догрс Рига Суденц И к сожалению На сегодняшний день Документы Которые регулируют Взаимоотношения Между Рига Суденц И То есть Поставщиком воды И домом Они не предусматривают Что Ваш квартирный счетчик Кем-то принимается Поэтому это первое А насчет второе Насчет цены Цена бывает разная То что мы у себя Применяем Да Здравствуйте Добрый день Добрый Я как раз спрашиваю Насчет счетчиков Вот Существует Говорю Объясните мне ситуацию Вот я в августе Поменял счетчики Ну там Плановая была замена Хотя у меня Всегда были подозрения Что они какие-то Не очень хорошие Эти счетчики Хотя Многие говорят Что глупости Но Четверо взрослых И ребенок У нас в среднем Тратилось где-то Три-четыре Там Четыре-пять Пять-шесть Кубометров Поменяли в августе Повторяю счетчики Вот я вам скажу Сентябрь Одиннадцать кубометров Горячий Четыре кубометра Холодный Но Самое интересное Наша дебильная Семья Почему-то В октябре Вдруг переключилась На горя На холодную воду И в октябре У нас Одиннадцать кубометров Холодной воды А три кубометра На горячей Я прошу прощения Вы новые поставили счетчики Или БУ Один новый Один БУ Для себя проверить Это хлопотливо Ну как Вы просто можете Сами снять этот счетчик Собозависимое голосование С Дома управления Отвезти в лабораторию Стоит там Евро пятьдесят По-моему Проверка счетчика Скажите Ну я сейчас Не скажу Зайдите Есть Куча сайтов Где эти лаборатории Метеорологические Ведь их проверяют Я сейчас Если я скажу То это будет реклама Я прошу прощения Я знаю Но это будет реклама Вы же понимаете Что это какой-то Бред вообще Вы знаете Я понимаю так Что когда мы Правильно говорим О счетчиках С гневом То нету Факта того Что ваша именно Истина А все остальные лгут Может быть Как раз наоборот И в вашей ситуации Что-то тут не так Там может быть много В том числе Дефект установки Иногда бывает Очень интересная вещь Неправильно поставленная Прокладка по диаметру Может вызвать Очень интересное Преобразование С показаниями счетчиков Нет Ну вы наверное Прослушали Как у нас Кубометры поменялись Я вас услышал Очень хорошо Я просто могу вам сказать Вы знаете Что я бы вам советовал В вашей ситуации Произвести Во-первых Демонтаж счетчиков Сделать им проверку И проверить Качество Бонтажа назад Чтобы все прокладки Все шайбы Были установлены Как положено Потому что там От того Ламинарный у вас Поток будет в счетчике Или он будет турбулент Но очень много чего зависит И предсказать это Очень сложно На это мы уходим В технику Их же поменяли Поменяли одновременно Оба А клубометры Меняются К ним же никто Не притрагивался Почему 11 сентября Горячий А в октябре В двух Один с холодным Ну не могу я вам Сейчас сказать Вот что Понятно Еще сразу Вот у нас Один звонок Человек дозванивался Упорно Здравствуйте Здравствуйте Добрый день У меня такой вопрос У нас стояк Холодной воды Имеет довольно большой Больше трех метров Горизонтальный участок Между первым И вторым этажом И в результате ремонта Замены труб В подвальных помещениях У нас появились проблемы Вот только в нашем стояке С водой На пятом этаже Вода периодически исчезает И зависит это от того Достаточно включить Один кран На нижних этажах То есть четвертый Пятый этаж С проблемами Сейчас уже начались проблемы И на третьем этаже Еще ситуация такая Что у нас Газовые аппараты стоят Поэтому водяной поток Раздваивается И через газовый аппарат Идет только часть потока Горячей воды Когда открывается кран На нижних этажах Вообще нету А холодная вода С перебоями Считается ли это Ситуация аварийной И надо ли ждать нам Общие замены Труп И собирать эти подписи Или все-таки у нас Аварийная ситуация И есть какие-то другие Решения Возможности решения Этой проблемы Может быть Можно как-то определить Вот засоренный участок Его заменить Или еще что-то Что вы можете нам Подсказать В этом случае Ну это совершенно Однозначно Потому что вы описали Это скорее всего Где-то сократился Диаметр Либо это могло Произойти В запорной арматуре Либо это Произошло в самой трубе Потому что Отложения Если стояки И лежаки Старые То там Отложений Очень много И при ремонте Всякого рода Мусор мог быть Поднят Ну попасть в воду И продвинуться дальше Но скорее всего Здесь надо Во-первых Какие ваши возможности Вам надо Вызвать Представителей Домоуправления Скоординироваться Со всеми Собственниками Квартир Которые находятся На этом стояке И просто-напросто В присутствии Комиссии Открыть все краны Самый наглядный пример Если где-то В этом случае Воды нету То это конечно Ситуация Которая Близка К алавине Точнее Она является Алавиной Потому что Это нарушает Уже Ну нормальное Водоснабжение Дальше надо искать Скорее всего Если трубы старые То там наверное Проще Самому Заменить все Вернее не самому А заменить Весь стояк Еще один момент Который может быть Надо проверить Состояние Квартирных фильтров Если такие есть Очень часто бывает так Что фильтры Которые поставлены Либо на стояках Либо в квартирах После ремонтных работ Забываются Очень существенно И тогда тоже Такая же картина Может возникать Еще один звонок Сразу Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Ну вот Я со счетчиками Очень Имел Много Это самое Значит У меня Остановился счетчик Горячей воды Я В испуге Позвонил В дом управления Горячей воды У них Олимпийское спокойствие Они ничего Не знают Ничего не хотят знать Я позвонил И тот кто ставил Ну пришел Там он Исправил этот счетчик Потом значит Счетчик В другой квартире Поменял мастер И говорит Так А сколько вам записать Показания Ну явно Что на бутылку Как говорится Выпрашивается Ну а самое лучшее Я вам скажу Это был Дырая Я вам не скажу Какая там Пятиэтажка Есть Хрущевка Вот Там Они организовали Бедриво Они мучились С этой водой Страшно Короче Этот человек Старший По дому Получает деньги У него компьютер И в нем Все счетчики Видны на экране И с общедомовым Счетчиком Все время Сравнивается И когда Счетчики Останавливаются Он обзванивает Жильцов Узнает В чем дело Чтобы не было Утечки Вот только так Иначе Все это ерунда Спасибо Ну я соглашусь Что Тот метод О котором говорят Уважаемые радиослушатели Это вот то Что предусмотрено В правилах Кабинета министров Потому что Счетчик с радиомодулем Он позволяет Контролировать Кроме того Есть еще одно Интересное свойство У этих счетчиков Они способны В определенных ситуациях При определенных способах Воздействия на них Регистрировать Это воздействие И сообщать Оператору О том Что на него Было воздействие Не буду сейчас Расскрывать Какие способы Но этот счетчик Достаточно широкий Спектр Химии Распознает И в этом тоже Был вопрос Насчет цены Да Дорого Да Я скажу Дорого Но вопрос Заключается Немножко В другом У нас Во-первых Мы постоянно Слышим О том Что минимальная Зарплата Будет повышаться Не секрет В том Что база В домоуправлениях Стоимости услуги Она основывается На размере Минимальной зарплаты С ростом Минимальной зарплаты Неизбежно Встанет вопрос О том Что необходимо Повышать Производительность Труда И сокращать Трудозатраты На все Один из очевидных Способов И хорошо окупаемых Это это Потому что Еще раз повторюсь Собирать эти показания С счетчиков И потом с ними носиться И потом разбираться Потом контролировать Это очень сложный процесс Ну и наверное Но уже последний вопрос В нашей сегодняшней программе Да пожалуйста Добрый день Добрый Я удивляюсь Вашему терпению Отвечаю Так подробно На вопросы Впечатление такое Что собственники Квартиры Не знают Что есть участки Есть старшие домов Проводятся собрания Очевидно Они вообще Отрезаны От внешнего мира Ну я не знаю Вот с таким народом Мне вот как старший Приходится работать И убеждать Что надо ходить На собрание Я 7 лет тому назад Через собрание Провела Чтобы мне включили В план ремонтных работ На следующий год Замена всех счетчиков Во всем доме Во всех квартирах На 143 квартиры Именно с дистанционным Считанием показаний Знаете Я 2 года Пробивала Это предложение Собрания В план ремонтных работ И не смогла добиться И сейчас Когда уже Хотят Насильно Нам устанавливать Да Я боюсь Уже Сейчас уже Я хожу И говорю Только нам сейчас Не надо Потому что у нас Пятый десяток Нашему дому Без конца Аварий В квартирах Особенно Канализационные трубы Рвутся И я боюсь Что Если При установке Кстати Новые счетчики Другого размера Они даже Вот Не вписываются В эту схему Трубопроводной системы Которые У нас есть Да И Как вы думаете Нас могут Действительно Как по балконам Заставить насильно Поменять эти счетчики Хотя Ну смешно На старые Ставить новые счетчики А потом Менять трубы Я сейчас Пробиваю Чтобы мне На следующий год Записали Это Замена труб Внутри Квартир Спасибо Если ваш дом Не закончил Процесс Приватизации Находится Ну условно Говоря Если это Рига Под РНП То да РНП В праве И правило 10.13 Новое изменение Предусматривает Что если Управляющий Не видит Другого выхода Он в праве Поставить вам Новое поколение Счетчиков И включить Это в стоимость Обслуживания То есть стоимость Этих счетчиков Включить в стоимость Обслуживания Это у них Есть такое право Этим И отличается Почему Вот у нас Постоянно Разное регулирование Для собственников Которые закончили Которые не закончили Дело в том Что этот узел Надо разрывать Вы абсолютно правы Что нужно Менять трубы Но также Абсолютно правы И те Кто говорят Что со счетчиками Надо заканчивать Вопрос В принципе Если что-то Не так Ну я бы не винил Сообщество Я бы не винил Людей Но не до этого Видимо им Это видимо мелкий Для их внимания Вопрос Ну что же На самом деле Время Нашей сегодняшней Программы Завершилось Было очень много Вопросов Говорили мы О счетчиках Председатель Правления Товарищества Центра Консультации Собственников Квартир Сергей Сидорко Программа Добро пожаловать